Рада приветствовать вас на канале по вязанию крючком и спицами Натали Мастерс. Здесь много мастер-классов, обязательно подписывайтесь, скоро у нас будет 200 тысяч подписчиков. Видео выходит почти ежедневно, столько всего, не пожалеете, нажимайте на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления. Подписывайтесь на инстаграм, на второй канал, ставьте лайк и поехали! Сегодня вторая часть мастер-класса по моему авторскому платью с запахом очень женственному, универсальному джунгли. Сегодня мы с вами оформим рукава и продолжим вязать вниз, делая прибавки, оформляя запах изделия. Не забудьте выбрать свой оттенок Эджита или Бетти, великолепный итальянский хлопок от Вэлтус в моем магазине. Совсем-совсем недорого. Выбирайте доставку по всему миру, гибкая система оплаты. Проходите все ссылки под видео. Начинаем! Следующий этап, который я предлагаю вам связать, у нас с вами есть подрез, есть петельки, которые мы с вами пересняли на булавку или на леску, как вам удобно, на какую-либо ниточку. Что мы теперь делаем? Нам нужно провязать рукав. Конечно же, вы можете провязать рукавчик, какой вы желаете. У меня есть на канале, ссылку я оставлю под видео, мастер-класс по узору. Я эти листочки известные посадила на свое время резинку один на один и выпустила мастер-класс. Потом он так разошелся, пошел в народ, я смотрю, все снимают с этими листьями на резинке мастер-классы. Как я потом обратила внимание. Так, речь не об этом. Речь о том, что мы с вами будем вязать один рапорт этого узора. В том мастер-классе у меня в шахматном порядке листочки. И вы можете, в принципе, связать рукав, какой вы хотите. Мне хочется маленькое небольшое крылышко, летнее платье, минималистичное. В основном это лицевая гладь и красивые листья. Но единственный аспект, мы с вами будем полностью вязать на скрещенной резинке. Здесь, в данном случае, видите, скрещенные петли. То есть мы с вами будем вязать по кругу. Изнаночные не скрещенные, а лицевые ряды в нашей резинке с листьями, они будут скрещенные. Поэтому я вам покажу, как это делается. Один ряд, в моем случае, это у нас с вами... Сейчас я вам скажу, сколько сантиметров. Так, это где-то 3 сантиметра. Поэтому идеальное сочетание для нашей регланной линии листочки. Посмотрите, какие они красивые. Более того, когда мы вяжем с вами такие листья на скрещенной резинке, нам потребуется все-таки крючок. Так как петля скрещенная, то петли мы будем вытягивать с помощью крючка. Без крючка спицы вы не вытяните. Вам это будет очень сложно. Поэтому сразу хочу оговориться, что вяжите обычную резинку один на один, да, и на ее основе этот узор, как в мастер-классе в моем. Потому что если скрещенные, то без крючка вы листья не провяжете. Если у вас нет крючка, если вы совсем им не владеете, я вам советую просто резиночку один на один. Итак, вы можете вязать рукав абсолютно любой. Так, вот мой подрез. Сейчас мы с вами поговорим, кстати, про подрез. Любой длины. Примеряете. Какие я могу дать рекомендации? Во-первых, вы можете вязать сколь угодно длинный рукав. Ну, конечно, я не советовала бы вам, так как это летнее все-таки платье. Оптимальный вариант я вам рекомендую. Сразу хочу сказать. Тем более, расход ниток у нас с вами большой на это платье. Платье с запахом, да, не маленькое. Хлопок не самая легкая пряжа. Поэтому я вам рекомендую провязать один ряд листочков. Тем более, на листочке пряжи уходит много. Так, посмотрите изнаночную сторону. Ну, и здесь у нас с вами, естественно, обычная резинка один на один, да. Но я обожаю скрещенную, поэтому такой красивущий вид при скрещенном варианте. Так, как же мы с вами будем вязать? У нас с вами был большой подрез. Тем самым я как бы захватила парочку размеров. Сидит очень красиво. То же самое количество петель на подрез вы можете использовать для размеров LXL смело. Да, может быть, пару, 4 петельки вы можете добавить для еще больших размеров, да, для совсем больших. Плюс сайз вы можете добавить. И для размера SXS, вот в прошлом мастер-классе я об этом не упомянула, я рекомендую вам на 4 и даже 8 петель меньше. У нас с вами раппорт кратен 4, поэтому мой рукавчик другой, вот смотрите, я его еще не провязывала. Вы переснимаете на либо чулочные спицы, либо круговые, на чем вы вяжете рукава. Сейчас об этом тоже с вами поговорим. И моя задача набрать вместе с петельками рукава, петли подреза. Получается у меня 88 петель. В любом случае вы можете набрать так, чтобы количество ваших петель было кратно 4, так как раппорт узора нашей резинки с листьями равен 4. Также, да, я использую спицы 3,25 для рукава. И очень вам рекомендую, советую. Конечно, не совсем дешевое удовольствие, но это просто незаменимо для супер короткие спицы. Супер короткие, да, есть укороченные чагу, а есть супер короткие, супер шортист, по-моему они называются. Это вот такой наборчик. Есть он в синем, кстати, варианте. Заказывайте в моем магазине. Очень часто, кстати, заказывают. И неспроста, конечно же, рукава, манжеты. Все вот эти маленькие. У кого маленькие руки, мне, например, неудобно супер короткими спицами вязать. Вы посмотрите, да, на мою руку и на спицу. Но все равно для рукава, для меня тоже незаменимо. Шапочки мне неудобно вязать. Шапки я даже не то, что на укороченных, я на обычных спицах круговых вяжу шапочки. И чем здесь хорошо, что здесь все маленькие номера от 2 до 3,25, они в двух размерах. Посмотрите. Вот такой. Ой, это у нас с вами. Я все время ими пользуюсь. Так, 7 сантиметров. Вот эта железная часть. И все те же номера продублированы. 4,5 сантиметра. То есть фактически с ноготок. Хотя это не тентир. У меня большие ногти. Но все равно, посмотрите, да. То есть это вообще какие-то игрушки. Естественно, они очень качественные, классные. И я вам плохого, вы знаете, не посоветую. Это просто незаменимая вещь. Незаменимая. Удобно для всякой мелочевки. Такие отступления буду себе позволять в мастер-классах. Потому что вы, мои дорогие подписчики, мне это официально разрешили делать. И сказали, что это интересно. Все эти отступления, разговоры про детали. Так, вот смотрите. И я пересняла рукавчик. И, собственно говоря, на этих спицах и буду его провязывать, вязать. У меня 88 петель. Резинка, конечно же, рукав соберет. У меня рука бывшей девушки-спортсменки, которая занималась плаванием. Поэтому рукавчик у нас свободный с вами, свободный. Все равно я отталкиваюсь от себя. Но, я думаю, никому он летом обтягивающий и не нужен. Присоединяем вместе с вами свободный край ниточки. И вяжем. Итак, как же мы с вами вяжем? Обратите внимание. Так, это я не на ту спицу. Все-таки с подреза начну. Так, один рукавчик у меня уже провязан, где я решала, сколько листиков нужно, да. Когда я нарисовала эскиз, у меня там, наверное, три рядочка листочков в шахматном порядке. Но после примерки я определилась, что мне нужен один ряд. Поэтому всегда полезно эскизировать, безусловно. Так, что же дальше? Мы вяжем с вами таким образом. У нас лицевая скрещенная, изнаночная обычная. Так, украините. Лицевая скрещенная. Изнаночная не скрещенная. Итак, мы с вами вяжем резиночку. Столько рядов, сколько нам нужен листочек. Листочек наш дорогой. Конечно, мы более-менее ограничены. Потому что листок может быть где-то от 4 до 8-9, максимум 10 рядов у нас может быть для листочка. И я скрещиваю лицевую. Сейчас мы с вами дойдем до основных петель. И это будет более наглядно и очевидно. Первый ряд самый ответственный. Очень удобно на Чиагу вязать всякие ажуры. Я сначала для себя эти спицы, ну, более высокого качества я для себя не знаю, чем Чиагу спицы. Конечно, это самые-самые крутые спицы. Супер качественные. Так, это у меня изнаночные должны быть. Но я все-таки только ажуры вяжу на них. И узоры какие-то, где нужно подхватывать, проникать и так далее. Да, поэтому оцените. Если вы толкаете пальцем, вот как я, я подталкиваю. Я хочу ровное полотно, я всегда подталкиваю. Кстати, небольшая рядность у меня сейчас. Но я не отпаривала, пока не стирала изделие. Это хлопок. Пускай вас это не смущает. Так. Я подталкиваю. Если вы толкаете пальцем, то в 90%, если вы задумываетесь о покупке спицы Чиагу, 90%, что вам эти спицы вообще не подойдут. Я буквально в течение двух лет полюбила их. Но я вяжу много. И я полюбила их только для... Вот смотрите. Здесь у нас с вами листочки или ажуры какие-то. Если вы вяжете простые узоры, лицевую гладь, проточная вязка, вам такие спицы не нужны, если вы толкаете пальчиком. Если вы вообще не толкаете пальцем правой руки, посмотрите, видите, я скрещиваю, потом провязываю изнаночную, скрещиваю изнаночную. Итак, мы с вами провяжем много рядов, сколько нам необходимо, да? 8 рядов я провяжу для того, чтобы начать вязать листик. Как с регланной линией, в принципе, то же самое. Если вы не толкаете, много вяжете и не подталкиваете действительно спицу, соответственно, она не будет вам колоть пальчик. И тогда, если вам имеет смысл даже копить на такие наборы, на такие спицы, они этого стоят. Так. Поэтому, так как я толкаю, у меня всегда какие-то компромиссы. Основное полотно, как видите, я вяжу на моих любимых тупых, самых таких классических Adi Click, то есть тупее спиц нету, да? в природе. И последнее время я безумно полюбила деревянные спицы, вы знаете, моих фаворитов, мои постоянные подписчики, зрители. Вы прекрасно знаете, что я люблю больше всего. И последнее время я делюсь с вами по соотношению цена-качество. Вообще, сейчас я вам могу посоветовать на данный момент, да? Все течет, все меняется. Я вам рассказывала о том, что по соотношению цена-качество самый хороший набор, да? У меня он в магазине. 3500 рублей. Конечно же, это зинги прекрасные. То есть я считаю, что это самое лучшее на данный момент за всего-навсего 3500 рублей. роскошный набор, рабочая лошадка, качество, цена, все отлично. Это самое лучшее. И маленький набор, ну, кстати, вы его сразу смели, просто прибежала волна и смела этот набор. Здесь всего четыре пары спиц, но есть большой такой же набор. Рояль Делюкс называется он. С такой вышивкой розовый красивый чехол. И полноразмерный набор, да, со всеми номерами он есть еще в моем магазине. Обратите внимание на эту неземную красоту. Это дерево с металлом. Гравировка и на дереве, и на металле, как я люблю. Вот такая красота. Очень качественно, очень красиво, очень бюджетно для этого качества, для этого великолепия. Это мой маленький дорожный набор. И шапочку, которая скоро выйдет, я тоже скоро вам покажу. Обратите внимание, большие наборы еще есть в продаже. Все, вы поняли. Перевяжем до листочков по кругу. В моем случае 88 петель. Каждый ряд точно такой же. Лицевая скрещенная, изнаночная, не скрещенная. И встречаемся с вами, когда мы с вами будем провязывать листочки с помощью крючка. Они получаются особенно красивые, особенно ровненькие, такие прям уню-ню-ню-ню. Но вы видели, кстати. Смотрите, какие картинки, как селедочки такие. Безумно красиво. Встречаемся. Провязано 8 рядов. Изнаночная. Перед нами лицевая дорожка. И посмотрите. Если вы вяжете не скрещенными петлями, то вы можете прям спицы, как обычно, вытягивать. Считайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Если вместе с петлей, которая на левой спице. Или раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот петелька, из которой нам нужно вытянуть правой спицей большую петлю. Но, так как она скрещенная, видите, это невозможно, по сути. Поэтому я использую крючок. Если вы не будете использовать крючок, то вяжите без скрещенных петель. Я буду использовать крючок 2,25. Любой крючок, который вам удобен. И посмотрите, какой быстрый, классный способ. Итак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я ввожу крючок. Вытягиваю петлю. Можно ее сразу перевесить на правую спицу, но я оставляю ее на крючке. В следующую я вытягиваю вторую петлю, третью петлю, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую. И из петли, которая висит у нас с вами на левой спице, последней я тоже вытягиваю петельку. Теперь снимаю все эти петли. И можно перевесить их на правую спицу. Я не снимаю с крючка, просто с правой стороны вот так ввожу и перевешиваю. Раз, все, они все у меня на правой. И теперь, как всегда, перевешиваем на левую, начиная с самой длинненькой. Раз, снимаем два, три, четыре, пять, шесть, семь. И восьмая остается у нас на спице. Вот наш прекрасный листик. И теперь снова. После листочка я провязываю изнаночную, лицевую скрещенную, изнаночную. И теперь беру крючок. И давайте свяжем следующий листочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И считаю на крючок, вынимаю петельку. Первая петля должна быть длинная. И далее все короче, короче, короче. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И восьмой. Спицы действительно никак, даже с острым кончиком, не вытянуть. Можно, конечно, ухищается, но это очень сложно. А с помощью крючка удобно и быстро. Перекидываем. Таким образом, весь девятый ряд мы с вами вяжем в такие красивые листочки. Так, готово. Все листочки провязаны. Теперь мы с вами ряд вяжем опять один, в моем случае, той же самой резинкой. Если вы хотите дальше продолжать вязать листья, то вы должны провязать еще восемь рядов. И в шахматном порядке провязать листочки. Но мне хватит одного ряда листьев. Я провязываю вот так еще один ряд резиночки. То есть изнаночная, лицевая, скрещенная. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, скрещенная. Изнаночная, лицевая. Все. Последний ряд. И будем готовы наши симпатичные рукавчики. Вот так они выглядят. Все. В-образный запах. Готово. И теперь что же мы делаем? Смотрите, здесь мы с вами прибавляем. Помните, в каждом четвертом ряду. С каждой стороны я сделала прибавки по 24 раза. 24 раза я прибавила. С каждой стороны. Вяжу вниз. После этого я продолжаю вязать лицевую гладью просто вниз. Потом мы с вами будем делать обвязку. Пришивать завязочки красивые. Под грудью в основном у нас с вами будет располагаться талия. То есть она будет такая завышенная. Здесь у нас с вами все без изменений. И основная игра, акцент будет внизу. Внизу платье, которое, конечно же, вы сможете связать той длины, которую вы хотите. Может быть, макси. И в последней заключительной части мы выполним обвязку. Декорируем низ изделия. И я вам расскажу, если эта модель идеальна также для полных. Если вам нужно немножечко еще дополнительное раскрешение по бедрам. Если, например, у вас бедра очень полные. Такой тип фигуры. То есть верх хрупкий. Достаточно распространенный тип фигуры. И, например, объемные бедра. То вам будет недостаточно такого солидного запаха, который у нас с вами образуется. Вот я вам сейчас покажу. То есть он фактически действительно почти до боков. В моем случае на размер М идет сильный такой запах. Будет этого мало. И я покажу вам, как сделать небольшие прибавки. Дополнительные для дополнительного А-силуэта. Но это при пышных бедрах только. Вот и все. Делаем 24 прибавки. И продолжаем вниз вязать. Примеряем обязательно. Смотрим запах. Если большая грудь, эта модель тоже идеальна. Ну, как любые модели запахом. Все, мои дорогие. До следующей заключительной части. Я думаю, вы справитесь. То есть здесь уже все понятно. И хочу опередить события. И сказать, что пояс и обвязывать мы с вами будем узором на моем канале. Который называется «Морская пена». Так что у нас с вами будет сочетание такое в этой модели. На сегодня вторая часть мастер-класса закончена. Нам осталось немного обвязка, пояс и красивый декоративный низ изделия. Определимся с длиной. Совсем чуть-чуть. Все. До завтра, мои хорошие. Не забывайте в пятницу, как всегда, в 8 вечера по Москве. Жду вас в прямом эфире. Будем обсуждать очередную горячую тему. Целую, обнимаю. Пока-пока.